На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином Здравствуйте, наши уважаемые телевизионные зрители, это программа Ночное такси на YouTube. Я Александр Крумин, как и всегда, в течение ближайшего почти получаса рассказываю вам о музыке шансона по-русски. Наша студия занимается этой музыкой с 1685 года, соответственно, в этом году уже 31 год как. Что касается телевизионного канала Ночное такси на YouTube, то он открыт 15 ноября 2010 года, соответственно, вот сейчас мы работаем для вас на этом гигантском видеохостинге уже более пяти с половиной лет. В Ночном такси всегда все как обычно. Мы рассказываем о музыке шансона по-русски во времени. В первом части для вас всегда рубрика «Близкое ретро». В этой категории те музыкальные произведения, либо то видео, которые созданы более десятилетия назад. Затем мы показываем для вас рубрику «Интервью». Она у нас носит название «Лицом к лицу». И в финале для вас всегда альбомный блок, в котором я показываю самое свежее новое альбомное видео. Мы действительно снимаем для вас много альбомного видео. Мы производим в год не менее 15 больших полноформатных картин. И поэтому всегда за свежей музыкой шансона по-русски заходите сюда, на телеканал «Ночное такси». Итак, начинаем. «Близкое ретро» в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В рубрике «Близкое ретро» с этим показываю фрагмент концерта Гаррика Кричевского. Я уже показывал в предыдущих программах летнюю площадку ресторанного комплекса «Лесной». Кстати, к сегодняшнему дню уже не существующую. Тогда, летом 2006 года, мы устроили большую серию концертов. И я очень рад, что все это пользовалось очень большим интересом публики. Ну, то есть, это действительно было настоящее мьюзик-лайв-видео. Действительно, все это абсолютно вживую. Все это на сцене в присутствии публики. Конечно, откровенно говорю, мы не все так снимаем. Это было бы просто нереально все снимать так. Но вот именно тогда, летом 2006 года, ровно практически 10 лет назад, мы сделали вот такую большую серийную работу для вас. Также, кстати, скажу, дорогие друзья, что все видеоконцерты, которые были записаны нами в серии «Шансон-клуб-видео» на летней площадке ресторанного комплекса «Лесной» в Санкт-Петербурге, были выпущены на дисках формата DVD. Я знаю, что коллекционеры многие с удовольствием имеют эти диски в своих коллекциях. Тиражи были достаточно большие, распространялись они крупными дистрибьюторами из Москвы. Ну а что касается нашей аудитории сейчас, то, конечно же, на телеканале «Ночное такси» вы можете посмотреть все то, что мы выпускали изначально на дисках формата DVD. Естественно, все эти картины и все сопроводительные материалы к ним, то есть отдельно сделанные в качестве бонусов интервью, все это доступно для вас на YouTube. Ну а сегодня показываю фрагмент концерта моего замечательного друга из Украины, замечательного Гаррика Кричевского. Музыкант, с которым я знаком огромное количество лет, когда-то я поставил его песни в эфир радиопрограммы «Ночное такси», первой в России программы о шансоне по-русски. Было это буквально в первый же год выхода «Ночного такси» в петербургский тогда еще FM-эфир. После этого я нашел Гарика, и мы с ним подружились. Я пригласил его для участия в фестивале «Память Аркадия Северного» в Санкт-Петербурге. Было это, кстати, в 2000 году, и затем в 2006 году я пригласил его специально для этой записи. Он приехал вместе с аккомпанирующим ему коллективом, группой, которая носит название «Княжий двор». Была, кстати, очень плохая погода, когда мы собрались, и погода действительно была более чем дождливая, что, в общем, в Питере не редкость, а площадка действительно открытая. Она, конечно, была под определенного рода куполом, но стен, конечно, не было. Летняя она и есть, летняя площадка. И, откровенно говоря, мы не ожидали сами, что все это так удачно получится, потому что, во-первых, музыкантов достаточно много, в чем вы сейчас убедитесь на сцене вместе с Гариком. Ну, действительно, полноценная живая работа. Два музыканта на клавишных, ударных, все в абсолютный лайф. И, естественно, при большой влажности настроить электронную технику на открытой площадке, поверьте, очень-очень нелегко. Дальше было больше. Гарик приехал немного простуженным, и, на самом деле, связки у него были стянуты очень здорово. Это было даже здорово заметно на интервью, которое мы писали в день концерта, но писали, конечно, не на концертной площадке, а в нашей студии. И там, кстати, если хотите, проверьте мои слова, действительно заметно, что музыкант очень-очень простужен. Мы даже не ожидали, ни я, ни Гарик, что у него получится такой хороший вокал, когда он, увидев переполненный абсолютно зал, вышел на сцену. Ну, в общем, что получилось тогда, понравилось настолько, что я всегда, когда вспоминаю этот фильм-концерт, с радостью рассказываю о том, как отреагировал сам Гарик Кричевский, музыкант более чем опытный на то, что получилось. И, конечно, его доброе слово для меня играло очень-очень большую роль. Естественно, всегда перед тем, как диск отправляется на завод-изготовитель, мастер-копия уезжает тому музыканту, которого мы снимали. Я послал это в Киев, и, как сейчас помню, невероятно восторженного Гарика Кричевского, который дозвонился для меня, когда посмотрел у себя дома то, что мы сделали тогда. Он с невероятной благодарностью обратился ко мне, я, признаюсь, это совершенно не ожидал, и сказал буквально слово следующее. «Саша, я не знал, что я так хорошо умею петь, а моя команда так хорошо умеет играть». Это вот дословно слова его. Ну, он такой парень самокритичный, ироничный, но на самом деле я передал вам его слова точно. Поверьте, это очень большая благодарность от такого опытного человека, как Гарик. Я считаю, что действительно это более чем удачная картина. Вы знаете, есть такое понятие, карта так легла. Вот здесь все карты, невзирая на плохую погоду, на стянутые простудой связки Гарика Кричевского, но все это к моменту выхода на сцену куда-то ушло. И получился хороший, искренний фильм, который люди смотрят уже целых 10 лет. Итак, Гарик Кричевский, смотрим. Когда в Одессе солнце и на пляже Сгорают белоснежные тела Во Львове дождь, и это знает каждый Хотя бы раз, приехавший сюда Когда в Узбекистане сохнут лиза И загибаются верблюды от жары Во Львове дождь, и всем львовянам снится О наступлении солнечной поры Кап-кап-кап, ты солнце даже не жди Кап-кап-кап, идут дожди Кап-кап-кап, на крыши стареньких домов Я здесь, дождь, я не представляю тебя, Львов Когда в Москве зима и снег у груди И мерзнет даже Путин у Кремли У Львове дождь, и наши львовские люди Стрипают с парасольками в руси Коли хусин виразь и сів за грати И как дурный варюет от жары У Львове наши львовские карпати Ирландцам забывают глаголы Кап-кап-кап, ты солнечка не чекай Кап-кап-кап, с дождем співай Кап-кап-кап, об руку пора как у миг Я без тыщу не уявляю тебе Львів Во Львове даже близко нету моря И реку не найдешь там днем с огнем И видно Бог, чтоб нас изгладить горе Обильно поливает нас дождем Знакомый мой давно живет в Берлине Он как-то позвонил мне и сказал Что там в Берлине он тоскует по Афине За львовский дождь он тысячу долларов бы дал Кап-кап-кап, ты солнечка не чекай Кап-кап-кап, с дождем співай Кап-кап-кап, об руку пора как у миг Я без тыщу не уявляю тебе Львів Кап-кап-кап, ты солнечка не чекай Кап-кап-кап, с дождем співай Кап-кап-кап, об руку пора как у миг Я без тыщу не уявляю тебе Львів В «Ночном такси» рубрика «Лицом к лицу». В рубрике «Лицом к лицу» показываю вам фрагмент концерта и фрагмент интервью с певицей и автором из Москвы Катериной Голицыной. Вообще, Катерина Голицына, надо сказать, особо она занимает, так сложилось, в нашей видеодискографии определенное место. Если быть точным, она занимает первое место. Потому что, когда была задумана нами серия «Шансон Клуб Видео», которую мы производим для вас с лета 2005 года, то самой первой певицей, которая была приглашена для съемок, была именно московская певица Катерина Голицына. Мы дружили с ней и дружили с ней и в достаточно продолжительное время. Мне очень нравилось то, что она делала тогда. Мне очень хотелось сделать хорошее видео на сцене. Снимали в петербургском концертном зале, который сейчас уже не существует, в концертном зале компании «Игорный массив». У этой компании, сейчас она называется по-другому, было несколько площадок в городе. И было казино «Капитан Морган», у которого была, в принципе, неплохая площадка, в основном рассчитанная, конечно, для танцевальной работы. Мы дружили с этим залом, было интересно поснимать там свою музыку. И поэтому специально, конечно, в дневное время и, конечно, без публики, мы установили там наше оборудование и записали большой фильм-концерт Катерины Голицыной. На мой взгляд, получилось неплохо. Настолько, насколько можно было сделать неплохо. На сцене были наши музыканты, работал неплохой по тем временам свет. Снимали с трех камер, тщательно смонтировали. И, в общем, я рассчитывал на то, что мы не зря поставили там серийные титры «Шансон Клуб Видео» впервые. Ну, вот так сложилось, что этот альбом доступен для вас только на YouTube. На нашем канале, естественно, когда мы загружали информацию на канал, когда мы его инсталлировали, конечно же, мы эту программу поставили в полном объеме. Естественно, есть и интервью отдельно, как бонус, естественно, и сам фильм-концерт. Но печатной, что называется, судьбы у этого фильма не было. Он никогда не издавался на печатных носителях. И поэтому первым диском большой серии «Шансон Клуб Видео» стал альбом Михаила Шелега, который на самом деле был снят позже. Он был снят в августе того же, 2005 года, и был снят он на другой площадке, на площадке Петербургского музыкального клуба «Леон». Я всегда с удовольствием показываю фрагменты той первой нашей записи с Катериной Голицыной, показываю, конечно, и фрагменты интервью. Я не сожалею о том, что этот диск не вышел в качестве печатной продукции, не вышел в формате DVD. Почему не сожалею, могу сказать. Потому что в любом случае выбор всегда остается за музыкантом. Я уже рассказывал как-то по вашим, кстати, просьбам, отвечая на этот вопрос, почему же не вышла тогда эта программа. Она многим нравится. У нее десятки тысяч просмотров на нашем телеканале на YouTube. Но еще раз говорю, музыкант всегда отвечает сам за себя. От Катерины Голицыной я имею такую информацию. Она обратилась за поддержкой к радио «Шансон». И, естественно, наша студия тоже имела прямое отношение к этому радио, но мы занимались только петербургским эфиром, были петербургской управляющей компанией для радиосети «Радио Шансон». Она обратилась в Москву, поскольку там проживает, и ей очень хотелось, чтобы была поддержка ее песен, и чтобы они были именно в эфире этой большой радиостанции. Но директор тогдашней радиостанции Владимир Маслов, он сказал, что ему видео не понравилось. И Катерина, откровенно говоря, просто спасала. Она мне, собственно, так это и рассказывала. Она посчитала, что если это не будет поддержано радио «Шансон», то получается, вроде как, этих песен никто не узнает. Сложно сказать, я не общался с Владимиром Масловым на эту тему сам. Я рассказываю со слов Катерины. Времени прошло уже много. Нет уже на радио «Шансон» Владимира Маслова. Я не думаю, что вообще сейчас есть смысл обсуждать, почему этот фильм «Концерт» не увидел свет в качестве DVD. Но сегодня, в сегодняшнем эфире, я просто рассказываю все это, потому что приходят вопросы, потому что люди спрашивают меня, и я считаю, зная ситуацию, о ней надо рассказать. Но в любом случае, подчеркиваю, никакого сожаления быть не может, потому что с тех пор прошло уже 11 лет, и, конечно же, интересно, благодаря действительно большим возможностям видеохостинга YouTube, все это посмотреть, вновь посмотреть это в эфире YouTube. Итак, это Катерина Голицына и ее запись, сделанная нами в 2005 году. Смотрим. Вот уже ночь в столице, и в Москве опять не спится, и такси куда-то мчится по Задовому кольцу. За рулем сис печальный, и его клиент случайный, выходя напротив чайной, скажет грусть вам не к лицу. За годами не угнался, а ему давно дозваться, У кого-то власть, деньги, у него облезлый руль, Но отчаиваться глупо и закусывая губы, Он свернет навстречу лету, бешеный июль. Был самый большой такой выплеск, накопившийся там за пять лет, так скажем, творческих раздумий, такой выплеск энергии на первом альбоме, именно на нефраерском романсе. Второй был уже более продуманный, а третий уже такой более красочный, более разноплановый. Ты сам знаешь, что туда вошли уже песни, то есть не было такой только жесткой лагерной лирики, вошли такие темы и городские, и просто такая любовная лирика. То есть как-то немножко расширился диапазон смысловой песен. Трудно сказать, не знаю. Я думаю, что первый знаковый, потому что он первый, второй какой-то промежуточный, а третий, вот Бог любит троицу. И я когда вышла декабристочка, третий альбом, я сказала, что раз Бог дал мне выпустить третий альбом, три такое число для русского человека святое всегда, значит, все у меня будет в порядке. Будет и пятый, и десятый, и двадцать пятый, дай Бог, чтобы оно так и было. Скажи мне, а вообще вот песенный материал твой, он достаточно велик по объему? Это вопрос, который вне всякого интересен тем, кто будет смотреть сейчас этот DVD-диск, и кто нас смотрит с тобой, потому что наверняка это люди, которые интересуются вообще хорошей русской музыкой, песенной поэзией, и кому близки твои стихи. Вот как это происходит? У тебя есть, предположим, заранее подготовленные стихи для нескольких, например, альбомов вперед, что тоже бывает у многих авторов, а твоя уникальность, тем более для стиля шансона, в том, что ты практически сама пишешь все то, что исполняешь. Это крайне редко происходит с женщинами в этом стиле музыки. Вот у тебя есть некий банк, если так выражаться, более нелитературным языково-экономическим банк стихов, которые потом превращаются в песни. Или сама по себе песня твоя, она приходит с точки зрения строчки стихотворной, или наоборот, может быть, с мелодией, которая никак не дает тебе спокойно жить, и ты хочешь, чтобы это превратилось в полноценное песенное произведение. Вот какой принцип создания песен автором и исполнителем Катерины Галицыной? Нет никакого принципа. Отсутствие всяких принципов, принципов написания песен. Потому что бывает по-разному. Бывает такое ощущение, как будто кто-то твоей рукой водит, вот оно приходит. Так было с песней, например, «Нефраерский романс», когда я ее просто села и записала. У меня было такое ощущение, что мне ее просто продиктовал кто-то. Она родилась целиком вместе с музыкой, с словами, и была создана за очень короткий период времени. То есть я основу села и написала сразу, и потом только ее буквально несколько слов подкорректировала. Есть несколько таких песен. Есть песни, которые не менее успешны, но тем не менее они писались несколько месяцев. Они редактировались, они корректировались, в результате видоизменялись совершенно неузнаваемо по отношению к тому виду, который был первоначально. Так что все по-разному. А что касается банка песен, у меня есть большое количество заготовок. Я бы так сказала, что если вот эти все заготовки превратить в песни, то еще альбома три получится. Да, но не всегда бывает так, что тот материал, который ты планируешь на альбом, и те песни, которые должны в него войти, вот они в него и входят все. Иногда бывает, что в процессе аранжировки и даже в процессе уже сведения, когда песня оформлена музыкально и студийно, ты понимаешь, что ей места в этом альбоме нет. Либо со смысловой точки зрения, либо с музыкальной, либо она просто может не получиться, либо она может получиться, но совершенно не войти в концепцию альбома. Так было вот в альбоме «Декабристочка» с тремя песнями. Они вот у меня сейчас лежат и ждут своего часа. Они уже полностью записаны и сведены, но по, так скажем, концептуально они, я считаю, поскольку я, в общем-то, сама как бы решаю насчет материала, который войдет или не войдет в альбом. Им пока я места не увидела в своих альбомах. Я праерских романсов не пою, Я не умею душу продавать, О том, как сильно я тебя люблю, Какими мне словами рассказать, Какую мне мелодию пропеть, Без показухи глупой и понтов. Ты давно и профессионально занимаешься музыкой. Мы, конечно, не будем скрывать относительно того, что у тебя были и другие, я считаю, достаточно удачные для разных жанров песенных опыта. Вот как ты считаешь, вот эти годы, то, что ты делаешь сама сольно, насколько похожа на то, в плане и музыкальном, и творческом, чем ты занималась ранее? Ну, для публики, которая, может быть, не знает твой творческий путь на российской эстраде, надо сказать о том, что у тебя был весьма удачный альбом с группой Сергея Мазаева «Моральный кодекс», у тебя была группа «Катюша», которая тут трудилась. Вот насколько Катерина Голицына, которая очень полюбилась нашей публике вот за эти три года к моменту этой съемки, насколько она похожа на ту Катерину, которая работала в тех проектах, которые были до этих лет? Она мне вообще не похожа. Вообще не похожа. Катерина Голицына – это абсолютно другой... Катерина Голицына – это просто совершенно другой и образ, это совершенно другой человек, это совершенно другая я. Это я, взрослая, я женщина, поющая для сильных мужчин, для их любимых женщин, для публики, которая слушает сердцем, слушает душой, а не двигает ногами под музыку. Тем не менее, то, что было в начале 90-х, в конце 80-х, когда была группа «Катюша» и был вот этот суперхит «Лучшая подруга» такой удачный, я вот недавно подумала, а если ее спеть в такой шансонной обработке, с гармошечкой, знаешь, под гитарочку, чем тебе не шансонный хит? Такая правда жизни, рассказанная конкретным нормальным человеческим языком, да, просто спета она была в традициях конца 80-х, с дискотечной аранжировкой и в танцевальной обработке. Вот. Так что, в принципе, вся наша жизнь – шансон, только не все правильно. 101-й километр, 101-я верста, 101-м штатом мне не показалось, Для девочки неглупой совсем не те места, И вот я б злодоглавой оказалась. Была я в Казахстане, Была чуть-чуть в Одессе, Но на Москву я сразу же запала, И этот добрый дядя на черном Мерседесе, Ах, как давно тебя мне не хватало. Альбомный блок в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В альбомном блоке показываю нашего дебютанта. Это автор-исполнитель Владимир Коган. Он действительно приехал из славного солнечного города Магадан. Это правда. Он живет в Магадане даже не с юности, а с детства. Когда-то переехал туда с родителями в начале 50-х годов. Всю жизнь занимается музыкой, Пишет свои стихи и песни, Записывал музыку в родном городе. И она даже выходила на компакт-дисках, Кассетах, небольшими тиражами, Собственно, для магаданцев. До Большой Земли эта музыка не доходила. Но очень приятно, что из такой дали, Это 5000 километров от Санкт-Петербурга, Владимир Коган приехал к нам. И мне очень приятно, что сейчас в нашей студии Создается его первый полноценный альбом. Подчеркиваю, первый на Большой Земле, Поскольку альбом, который записывался до этого, Естественно, был магаданским. Собственно говоря, он не только записывался, Как я уже сказал, Он, в общем, и вышел в Магадане на носителях. Здесь, конечно, совершенно другая. На Большой Земле не было еще записей. Это вне всякого сомнения талантливого человека. На сегодняшний день мы уже много сделали треков. На сегодняшний день мы сейчас конкретно, Вот к моменту записи этой программы, Делаем уже шестую песню. Работает наш аранжировщик Армен Аганесян, Работает наш главный звуководистер Вячеслав Распопов. И, в общем, все это получается, На мой взгляд, очень-очень интересно. Владимир Коган – человек, Который очень серьезно знает, Чего он хочет. Он перфекционист в музыке. Он действительно понимает, Что он хочет сказать людям. Поэтому это сложная работа Еще и потому, Что необходимо найти, Что называется, По-настоящему общий язык с аранжировщиком. Владимир Коган – перфекционист. Это музыкант, Который действительно хочет добиться наилучшего результата. И он имеет на это право, Поскольку он автор стихов и музыки своих песен. Обязуюсь рассказывать в нашем эфире О том, как эта работа будет продолжаться дальше. Естественно, компакт-диск запланирован нами к изданию. Я надеюсь, что до завершения этого, 2016 года, Мы сможем сделать большую часть этой работы. Ну, а если успеем, То даже порадуем вас компакт-диском И в году 2016. Но это все в будущем. Сейчас я с радостью в альбомном блоке Показываю самую первую песню, Которую Владимир Коган записал В студию «Ночное такси». Мы специально сделали на нее видеоверсию. Итак, Владимир Коган. «Магадан. Встречайте». Сегодня вместе за столом Мой экипаж, друзья, подруги Давайте что-ли выпьем и споем О жизни посудачим на досуге Мечтанье, юности, удел Всех марок мы машины узнавали И ввысь я с завистью глядел Где в небе самолеты пролетали Дорога в небо пролегла Такая чистая и голубая То не дорога, то судьба Пока, друзья, опять я улетаю А самый первый свой полет Мне не забыть в годах тумана Я не курсант, а я пилот Посадка возле Магадана Какие тут найти слова Сравнить, какие ощущения Я помню, как кружилась голова Моя от счастья, но не от волнения Дорога в небо пролегла Такая чистая и голубая То не дорога, то судьба Пока, друзья, опять я улетаю Уж ни одну машину я сменил И каждая мне лучшим другом стала То А, то Тушка, а то Ю Но все равно душа мечтать не перестала Посадки, взлеты, города Смешалось, все с приходом будет Грустим о доме иногда Но что же, ведь скучать присуще людям Дорога в небо пролегла Такая чистая и голубая То не дорога, то судьба Пока, друзья, опять я улетаю Субтитры сделал DimaTorzok Когда летят без лишних слов Хотелось, чтоб осталось их немало Мы измеряем жизнь на лед часов Но вот друзей тех, с кем летал Многих не стало Ах, скольких в небе их затерян след Ребят простых с душою без обмана Лишь холмики, как и вестники тех бед В песках Египта и в горах Афгана Дорога в небо пролегла Такая чистая и голубая То не дорога, то судьба Пока, друзья, опять я улетаю Дорога в небо пролегла Такая чистая и голубая То не дорога, то судьба Пока, друзья, опять я улетаю Ну вот и все, на сегодня, дорогие друзья Это была программа «Ночной такси» на YouTube Я, Александр Фрумин, как и всегда, предлагаю вам Не только смотреть на сно и слушать «Ночной такси» начиналась как программа Эфирного радиовещания И по сей день мы занимаемся Ее производством для радио Всегда на радиостанции «Шансон-24» Всегда по субботам с 22 часов по московскому времени На 120 минут программы «Ночной такси» с вами Наш портал «Шансон-спб.ру» И «Ночной такси» можно слушать еженедельно Программа записывается И затем ретранслируется радиостанцией «Русский Берлин» На частоте 97,2 МГц ФМ В столице Федеративной Германии Эфиры в Берлине происходят следующим образом На следующей неделе после эфира в России В четверг происходит первая трансляция Она на «Русском Берлине» с 23 часов до 1 часа ночи И соответствующим образом время, конечно, там центральноевропейское Затем программа повторяется еще один раз Уже в понедельник Также с 23 до 1 часа ночи На радио «Русский Берлин» Я, Александр Фрумин, всегда предлагаю вам Не только смотреть «Ночной такси», но и слушать Спасибо вам Прощаюсь с вами до следующей недели На волне ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенат и рапсодий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова